МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу за семью печатями. С вами Елена Набокина и Юрий Зайцев. Совсем недавно мы обсуждали законодательную инициативу, которая гласила, что необходимо на средства массовой информации внести маркировку возрастных ограничений. Но что изменилось с этих времен? Изменилось ли поведение или внимание родителей к своим детям? Изменилась ли сетка вещания? Появилось ли больше хороших и светлых фильмов для детей? Или, может быть, наоборот, мультики вредят нашим детям? Об этом мы и поговорим сегодня на нашей передаче «За семью печатями». И разобраться в этом вопросе нам помогут наши эксперты. И наш первый эксперт – актриса театра юного зрителя Людмила Алексеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Искусствовед – Алена Бойцова. АПЛОДИСМЕНТЫ Член Союза кинематографистов – Ирина Успенская. АПЛОДИСМЕНТЫ И психолог – Светлана Шевлякова. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий, но ведь действительно телевизор и компьютер негативно влияют на психическое здоровье ребенка. Но ведь возможно, что дело, наверное, не в самих мультиках, не в самом содержании, а, наверное, картинки, излучения от телевизора. Ну да, если ребенок будет сидеть, наверное, метр от такого экрана, то рано или поздно он посадит себе зрение, будет ходить в таких окулярах, и все над ним будут смеяться. Может, обратимся как раз к нашим экспертам. Вот есть ли вред именно от телевизора для детей? Только с трех лет можно смотреть телевидение, то в ограниченном количестве. Так утверждает медицина и психология. А почему? Это на глаза влияет или что это? Объясню. Во-первых, это влияет на психологию и на физиологию ребенка. Ребенок, устремляя глаза в телевизор, он должен вообще двигаться. Ребенок развивается в это время и формирует модель мира. Чтобы что-то приобрести и закрепить в себе, нужно действие, движение. Вот, поэтому ребенок именно в действии закрепляет те или иные формы поведения, познает мир и наполняет свой мир разными предметами. Поэтому телевидение не дает движения. Он просто пассивно воспринимает, начинает очень быстро привыкание возникает к телевидению. И потом уже ребенка очень трудно заставить поиграть, почитать, сходить на улицу. Нужна ли была маркировка возрастных ограничений? Какая-то польза от нее есть? Вот, Ирина. Маркировка всегда была, она была с незапамятных времен, потому что раньше это писало, что детям до 16 лет на этот сеанс не разрешается приходить. И это понятно совершенно, потому что психолог может вам сказать почетче, поконкретнее в отношении того, действительно, как формируется даже не просто психика молодого человека, маленького ребенка, а вообще вся структура его организма. Поэтому я считаю, что маркировка это очень-очень полезное дело, другое дело, как ей пользуются дома. Когда вы приходите в кинотеатр, и там написано плюс 18, а вам еще нет 18, вы развернетесь и пойдете домой или останетесь посмотреть этот фильм? Я предпочел бы остаться, если меня интересует непосредственно этот фильм, но, естественно, переговорив со старшим поколением, стоит ли. Скажите, пожалуйста, как часто родители обращают внимание, какой фильм вы смотрите? Часто смотрят? Покажи, какая маркировка? У кого был такой случай, прецедент? Родители запрещают смотреть, скажут, ой, здесь плюс... Сколько тебе лет? Мне 11. Вот, и там написано плюс 12. Нет, тебе еще год нужно. Говорят так родители? Ну, если там ничего такого плохого нету, то разрешают. Ну, вот я хочу прокомментировать. Дело в том, что у нас такой менталитет, что у нас есть правовой нигилизм. То есть маркировка существует, но основная масса родителей не контролирует, что смотрят дети, ссылаясь на то, что им некогда, они очень заняты, они вообще не обращают внимания, они действительно очень заняты. Я это говорю из своей практики, потому что когда ко мне приходят родители с проблемами у детей, и причем очень даже маленького возраста, начиная с 5-4 лет, а проблемы серьезные с поведением, с эмоциональным состоянием, то родители говорят, нет, нет, я не обращаю внимания, включаю телевизор, чтобы ребенок как-то был отвлечен, да, и чем-то занимался. Поэтому это большая проблема. То, что существует маркировка, это прекрасно, это нужно и необходимо. Ее обязаны вообще вводить любые средства массовой информации и любое жанр искусства и вида, вида искусства. Это просто их право, не право, а обязанность. Естественно, вы прекрасно понимаете, что объем информации сейчас таков, что нужно четко понимать, поможет ли мне. Вот совершенно естественно ребята говорят о том, что они продолжат смотреть это кино. И это было бы совершенно неправдой говорить о том, что есть какая-то часть молодежи, которые запрещают, а она и останется на месте. Она пойдет таки вопреки тому, что ей запретили. Это совершенно верно. Но другое дело, сейчас в связи с объемом информации негативной возникает такой вопрос, как вот о правах ребенка там на информацию. Да, вы обязаны получать ее, эту информацию. Но какую информацию, какого качества? Мы говорим именно, да, любого, правильно, я с вами согласна, молодой человек, мы пойдем на любой сайт, можно это или нельзя, мы все равно это сделаем. Это понятно совершенно. И мы тут все свои, мы понимаем, о чем мы говорим. Но закон не работает, получается. Нет, ну а как? А как иначе? А как иначе? Маркировка, она существует, она существует везде и всегда существует. Я хочу сказать одно, что маркировку нужно рассматривать как подсказку для очень ленивых родителей, вот которому же на экране написали плюс 12, значит ребенку, которому 9, не надо это смотреть, просто уже лишний раз показать. Ну а зачем это родителям? Они посадили ребенка, занимаются своими делами, пусть смотрят, лишь бы не мешал. Давайте тогда говорить так. Если у нас лучший друг телевизор, а единственный воспитатель пульс, это одно дело. И поэтому вот все вот эти вопросы, касаемо ребенка и телевизора, нужно, я так, для себя решила, вот в трех пространствах, в трех вещах нужно четко и понятно объяснить ребенку. Во-первых, это лимитированное время, потому что это вот, как нам сказали, вредно для здоровья, и с этим не поспоришь. И все это понимают, правильно? Второе, нужно отсматривать качественно. Если мы же вот не позволяем есть ребенку все подряд, и то есть в духовной пище важно, чтобы мой ребенок смотрел то, что я считаю нужным. Если я этот вопрос контролирую, мне вот это, ну невозможно же очень много всего, какого-то даст информацию, если я не знаю, о чем это. И третий вопрос, третий вопрос, если телевизор, вот ребенку дают телевизор, на, посмотри, вот, выключай, то есть тут говорить не о чем. Тут есть маркировка, нет маркировки. Если родитель не принимает участие в воспитании ребенка вот при помощи экрана, то тут как бы сама тема снимается. Я очень люблю посещать кинотеатр, смотреть новинки кино, и очень часто я вижу как раз плюс 16, плюс 18 стоит маркировка. Но в зале сидят, например, это очень особенно видно часто, когда ужасы какие-нибудь идут, американские преимущественно. Плюс 18 сидят 10-летние дети, визжат, смеются там от страха по-всякому, очень эмоционально реагируют. И вот вопрос, да, кинотеатр, вроде коммерческая структура, кстати, как и театр, неважно, юного зрителя, драма или кукол, там же есть тоже определенный возрастной ценз у некоторых спектаклей. Я вижу, как после 6 вечера, да, там же тоже с 16 или до 18 лет приходят родители, да, иногда их не пускают, когда там совсем 5-6 лет детей приводят. Там приводят 10-12 лет, вроде они не должны посетить этот спектакль, но они все равно протискиваются. И вот у нас, я наблюдаю, что в государственных коммерческих структурах сейчас вот эта маркировка тоже, она присутствует официально, да, но никто ее не соблюдает. Как закон о курении, вроде он принят, но курят все где хотят. Вот у нас театр, да, существует так очень-очень грубо, 3 возрастные группы, совсем маленькие, средние и взрослые. Конечно, это все индивидуально, конечно, это все очень-очень, но все равно ребенок 3-х лет не может высидеть, просто физически, не может высидеть полтора часа или час. У него там свои какие-то потребности, понимаете? Поэтому обвинять ребенка, что он пришел, это нелепо. Обвинять надо родителей, которые, опять же, не посмотрели на ценз, который указывается на билетах и на программках. Надо обвинять работников кинотеатра и театра, которые мягко маме не сказали, что вот извините, и не надо продавать билет, что вот он еще виноват. Вернемся в дом. Ну вот ребенок случайно, когда родители перещелкивали каналы, случайно увидел мультфильм. Но он же до слез будет кричать, чтобы ему оставили этот мультик. Но если по возрастному, по возрасту он не подходит. Но он же все равно будет добиваться своего, и родители все равно включат, лишь бы успокоился и все. И он так и будет смотреть. Пульт-воспитатель. Вот ребенок взял пульт, вот он нажал, и вот он хозяин. А воспитатель ответственный за ребенка, ведь не пульт, а родитель. Пожалуйста, посмотрите, не поленитесь, посмотрите программку передач. Сейчас 10 каналов с мультфильм. Выберите, что вашему ребенку нужно посмотреть. Он и воспитывает, оставит тот, который захотел ребенок мультик, не важно, плохой, хороший. А зачем тогда говорить о тех родителях, которым наплевать на своего ребенка? Вот тогда надо сначала воспитывать этих родителей, получается. Я думаю, что маркировка и все остальное, и даже наша сегодняшняя программа говорит о том, что мы начнем воспитывать детей с детского сада. Все, что касается мультфильма, все, что касается всех программ, которые идут по телевизору, это действительно, это наше все, это наша среда. Но скажите мне, пожалуйста, вы воспитываетесь у телевизора? Вот кто мне ответит на этот вопрос? Я нет. Ну, смотря, раньше в детстве был мультик «Ну, погоди». Я его любил, но от него я начал курить. Вы закурили не от того, что смотрели мультик «Ну, погоди». Если бы этот мультик не был на экранах, вы смотрели бы другой мультфильм и снова бы закурили. То есть у вас, ну, я думаю, что вы можете возразить, но я как психолог хочу сказать, что люди курящие, у них есть свои проблемы внутренние. И курят они только поэтому. Согласен? Я не согласен. Ну, вы можете быть не соглашаться, это ваше мнение, но я просто хочу сказать. А в мультике выразительно было показано то, что заяц, там, волк, они курили с удовольствием эти сигареты. И было интересно уже, как так было. Мы уже перешли на другую тему. Но я тогда думаю, что отрицательный персонаж. И показывали, что это плохо. Волк ведь в мультике был правильно отрицательным персонажем, насколько я помню. Я поддерживаю тоже девушку, потому что когда у нас мультики, как мы говорим, плохие и хорошие, в мультиках в хороших отрицательные персонажи всегда наказываются, порицаются и говорят, что это нельзя делать. Поэтому, молодой человек, если так склонны на вас влиять мультфильмы, следовательно, вы должны присмотреться к себе, раз вы так зависимы от того, как бы пример вам подойдет. Так может, больше вреда приносят не сами мультики, а как раз вредное излучение от экрана, то мельтешение цветов, громкий звук. Это комплекс проблем, потому что и форма, и содержание, они одновременно могут принести и пользу, и вред. Поэтому мы говорим о том, что все хорошо, что в меру. Поэтому телеэкран, информация, как дает из телеэкрана, дает нам прозрачность информации, возможности. Но если мы будем этим злоупотреблять, конечно, оно принесет вред и здоровью, и психическому, и физическому. Не считаете ли вы, что возрастной ценз ввели для того, чтобы разграничивать как раз воспитание детей? То есть, ценз до 12 лет, там, к примеру, не берутся и не поднимаются подростковые проблемы. Ну, даже та же первая любовь и так далее. И также возрастной ценз от 12 до 16, от 16 до 18, 18 плюс. А возрастной ценз, на мой взгляд, введен как раз-таки для того, чтобы зритель понимал, какой мультик соответствует, какой уровень восприятия у этого человека. 12 плюс, извините меня, если молодой человек посмотрит какой-то детский мультик, он скажет, что это детская сказка. Если маленький ребенок посмотрит, у него восприятие совершенно другое. И этот цензор, как раз-таки эта маркировка введена как раз для родителей, для того, чтобы они понимали, какой уровень восприятия у их ребенка, чтобы они не перегружали. Потому что то, что ребенка в 5 лет может испугать, в 14, в 16 лет, это заставит его задуматься. Разный уровень восприятия, разная маркировка. Итак, психологи рекомендуют смотреть телевизор детям, начиная с 3 лет. Но даже и 5 минут, если по телевизору показывают кровь, убийство, будет достаточно, чтобы повредить детям психику раз и навсегда. Так что же смотрят наши дети? Мы разбираемся в ток-шоу за семью печатями. Раз уж мы перешли на мультфильмы и сказки, давай узнаем у наших зрителей, какие им нравятся мультики, сказки, какие они смотрят. Вот давай самых-самых юных. Какой самый любимый мультфильм? Лунтик. Лунтик. У меня тоже Лунтик. Другой еще какой-нибудь знаешь, кроме Лунтика? Ну, Фиксики. А что там в Фиксиках и Лунтиках? Что там, расскажи чуть-чуть. В Лунтике инопланетянин с Луны упал на Землю. А в Фиксиках, там маленькие такие человечки, из Фиксиков превращаются в Бултики. А у тебя какой любимый мультик? Фиксики. Лунтик тоже. Тоже Лунтик. У меня любимый мультфильм Винкс. Винкс это кто такие? Феи. А они что делают в мультике? Они там спасают мир. Какой любимый мультфильм? Тит-Жи. Это что такое? Это телеканал. Это детский телеканал для малышей. И какие там мультики показывают? Лилу Истич. Лилу Истич. Всякие. Всякие? Нравится? Грамотея. Грамотея. Давайте мы такой проведем тест. Так как у нас дети до 7 лет, я так понимаю, да, около 7 лет. Поэтому мы проведем проективный тест, называется несуществующее животное, для детей фантастическое животное. Мы попросим нарисовать их животное, которое они любят, но фантастическое, придуманное ими. И мы посмотрим, есть ли у детей в этом рисунке элементы агрессии, страха, подавленности. То есть то, что негативно, те негативные компоненты, которые формируются у детей, которые смотрят современные мультики, ну, нехорошие, как мы говорим, да, неразвивающие, я бы так сказала. Ребят, пойдемте? И пока наши маленькие посетители идут проходить психологический тест, рисовать несуществующих животных. Вот, ребята, первый вопрос, который я хочу задать вам, как более старшему поколению. Вот эти мультики, фиксики, лунтики, Маша и медведь, смешарики, как вы считаете, вот такие мультики вы бы в детстве стали смотреть своим детям, показывать, когда у вас появятся? Если честно, то многие, да, стал бы показывать, потому что они разбирают довольно простые житейские проблемы в незатейливой форме. А я вместе с ними смотрел. Да. Я бы не все мультики показывала из перечисленных. А какой бы ты не стала показывать и почему? Фиксики я бы не стала показывать, потому что у меня вот племянница маленькая смотрела, и он очень надоедливый и как бы не совсем учится тому, что хотелось бы. Вот какой из этих мультиков? А я могу не согласиться с девушкой, потому что у меня тоже соседка, и она из этого мультика узнала очень много интересного, полезного для нее, я считаю. Очень много новых слов узнала и знает их значение. То есть у нас, как видите, разные мнения, поэтому давайте все-таки вернемся к основному вопросу. А какие мультики, уже не вспоминая детские мультики, о которых мы сейчас говорили, какие любимые мультики у вас? Деснот. А по-русски? У детей Тетрадь Смерти. Тетрадь Смерти. Уважаемые эксперты, слышали о таком мультфильме? Да, конечно. Риборн. Риборн? У нас был опыт с дочкой очень интересный, она попросила феи Винкс посмотреть, то есть ей тогда было 4 годика, я разрешила ей посмотреть серию, вроде все нормально, а сама знаю, что там, в общем, феи Винкс в каждой серии убивают каких-то монстров. А на следующий день, ночью, они ей приснились, и на утро я ей сказала, я говорю, дочка, я плакала сегодня, почему? Потому что мне феи Винкс приснились, я говорю, доченька, ты меня прости, но значит тебе еще рано смотреть такие мультфильмы, и сейчас мы не обсуждаем. Она периодически заводит разговор, можно я посмотрю феи Винкс? Я говорю, дочка, извини, нет. А когда вернемся к вопросу? Пойдешь в школу, тогда вернемся к вопросу. Какой любимый мультфильм? Симпсон, у меня любимый, мультсериал даже такой. Какой? Не слышал. Симпсоны. Детям бы стал показывать такой? Детям бы. Как раз, которые у нас пошли тест проходить. Нет, в такого возраста детям я бы не стал показывать. Но сам любишь, да? Сам люблю, да. Король лев. Король лев? Да. Симпсоны, Гриффины. Футерама. Винни-Пух. Простоквашина. Ну вот мне хотелось бы поинтересоваться у Ирины. Вы сказали, что Маша и Медведь вошли на первом месте. Но ведь Маша, она же показывает, какой-то капризный ребенок. Вот, соответственно, те зрители маленькие, которые смотрят, будут так же себя вести. Будут копировать вот это вот вредство, бегать, вот тут вот шалить, все хулиганить. Это же плохо, для чего это нужно? Чему учат этот мультик? Напряжение, которое создается в этом фильме, оно специально для того, чтобы происходило какое-то действие. Но если Маша будет послушной, отличницей, будет на все поднимать руку, будет неинтересно. Если у детей положительный герой ассоциируется с красивым, там, животным, я не знаю, человеком, а отрицательный наоборот, он некрасив. А здесь, получается, ну, на фоне Медведя, я уж извиняюсь, но Маша выглядит намного привлекательней. Соответственно, детям нравится, как она выглядит. Она вот шалит, значит, соответственно, и я так должен себя вести, и я так буду себя вести. Ну, покажите мне хотя бы одного, кто среагировал на этот мультик таким образом. Нет же. Ну, мы не можем привлекать до всех детей. За то, что она делает, ее ставят в угол. И на этом контрасте, я считаю, что как раз они жалеют Медведя, и они считают, что так нельзя поступать, как делает Маша. Так почему же Машу ничего не учат, раз она из серии в серии? А я хочу, можно я включусь тоже в этот разговор? На ребенка оказывает мне влияние все, и добро должно побеждать зло, и все. В мультфильме это должно быть. Но ребенок маленький, ребенок не должен смотреть сам мультфильм. И мы рекомендуем такие мультфильмы смотреть с родителями, потому что родитель должен комментировать. Он должен разговаривать после мультфильма и объяснять, что так, как ведет себя Маша, она, видишь, такая красивая девочка, ведет себя капризно. И поэтому она попадает в те или иные ситуации. То есть всегда должен идти комментарий с родителями, беседа после просмотра мультфильма, потому что ребенок, особенно маленький, до 7 лет, он не может сделать анализ, у него проходит научение в виде подражания, и поэтому он действительно может подражать такому поведению, он будет считать, что это нормально. А как прокомментировать родителям поведение в сказке «Три богатыря», олуха вот этого, Юлий, Юлий, конь вот этот вот, раньше, в 50-е годы, богатыри, кони, величество, сила, мощь, а здесь вот глупенько какой-то конь бегает, как им прокомментировать? Вот, к сожалению, есть такие мультфильмы с такими элементами, поэтому родитель, как раз, чтобы ребенок разобрался, должен действительно, что это ирония и сарказм, что таким нельзя быть, это нехорошо. Ну, а мы же маленькие дети не понимают, о чем сарказм, о чем ирония. Ирина, вот в чем симпатичность-то? Симпатичность в том, что сделан такой замечательный фильм. Он сделан по мотивам, потому что такой сказки нет. Но он сделан по мотиву сразу из нескольких сказок. И здесь просто-напросто, ну, будем говорить так, что это шоу. Это то, что интересно смотреть, зачем следить интересно. Но это взрослые поймут, что это шоу, и можно посмеяться. А дети? Ну, почему мы не доверяем нашим детям? Я бы с удовольствием поговорила сейчас на эту тему в отношении того, чему учит вас, например, или другого человека этот мультфильм. Важно же наше состояние в данный момент. Мы сели и занимаемся вообще хорошим делом. Мы разбираемся, кто есть кто, да? Так давайте спросим, чему научила этот мультик под наших зрителей? Давайте доверять детям, чему научила вот тетрадь смерти. Добра должна быть с кулаками. Вот, а кто говорил, что любимый мультик Винни-Пух? А тебе не кажется, что Пятачок страдает беспричинной тревогой? Что Ослик Иаа зациклен, да, на определенной части своего тела? Что Винни-Пух ходит на Гишом, ворует мед и ничего не делает? Наверное. То есть ты задумывался об этом? Да. Возьмем того же Винни-Пуха, когда Винни-Пух непосредственно лез на это дерево за медом. Во-первых, эта серия рассказывает о взаимовыручке, потому что Пятачок, несмотря ни на что, даже все равно, ну, фактически он стрелял в своего друга, но он, да, промазал один раз, но в конечном итоге достиг цели. Он помог другу. Маленькие мальчики, наверное, выделили и подумали, ой, мне тоже должно быть оружие. Нет, это рейдерский захват, да, пчелиного гнезда получается. Ну, не надо совсем передергивать ситуацию. Дети не думают настолько сложно и обширно, как взрослые люди. Нужно разграничать это. Поэтому нельзя разбирать детские мультики с позиции взрослого человека. Потому что ребенок не будет задумываться, что вот там медведь ходит без штанов. У него просто это логическая цепочка. И как бы если мы будем разбирать каждый мультик, мы везде найдем разные придирки к каждому мультику. Они везде есть. Мультики, они все равно не идеальны. Правильно же? Но как, нужно же вычислить эти идеальные мультики. Нет, они есть, но если мы будем хорошо... Потому как они сделаны. Ну, по идее, невозможно. Я имею в виду, если мы будем вот так же вглядываться, прямо вот в мультик, где там Винни-Пу ходит без штанов, мы будем в каждом мультик вглядываться, и везде какие-то есть недочеты. Мы найдем их, правильно? Но все равно нет идеального. Вы смотрели мультфильм «Ежик в тумане». Вот скажите, какие вы там видите недочеты? Это мой любимый мультфильм, вот, например, мой. Кто считает, да, что есть недочеты? Я его считаю почти шедевром. Не почти, а он шедевр. Во-первых, это шедевр, это мирового уровня шедевр. Вот и все. Во-первых, допустим, возьмем того же «Ежика в тумане», если мы уж о нем заговорили. Во-первых, ребенка может испугать. Допустим, тоже появление совы. Да, или лошадь в тумане. Да, либо лошадь в тумане. Это тоже, если, опять же, повторяюсь, если передергивать ситуацию... Если я ошибаюсь, то «Ежик в тумане» входит, есть такой рейтинг, наркомановских фильмов Советского Союза, да? Да, да, да. Он в числе первых. Я что хочу сказать? Вот есть мультфильмы, это же другая жизнь, другой образ, другая реальность. Там может быть все не так, как в жизни. Все это ярче. Все проблемы более показаны объемно. Поэтому вот некоторые мультфильмы, они утомляют. Вот я смотрю, взрослые, и меня вот... А вот давайте как раз у родителей и спросим. Вы доверяете проверенность советской классики, которую сами смотрели в детстве, или в том числе смотрите и новые мультфильмы, например, «Холодное сердце», да, который с успехом прошел на наших кинотеатрах, и показываете их своим детям? Ну, я как мама двоих детей, сыну моему уже 16-17 лет, забыла, сколько лет сыну, дочери 11 лет. Я доверяю своим детям, я бы так сказала. Я считаю, я в этом убеждена абсолютно, что ни телевизор воспитывает детей, ни мультфильм, ни книга. Они, конечно, это сопутствующие воспитанию средства. Та информация, которую черпает ребенок из любого источника, она ложится на какую-то почву. Эту почву готовят родители. И если ребенок с нормальной психикой, с нормальными отношениями с родителями, где родители разговаривают с ребенком, постоянно что-то обсуждают, ребенок, посмотрев «Том и Джерри», да, где там кот все время попадает в какие-то ситуации насильственные для него, ребенок не захочет от этого мультфильма мучить кота, там, да, или прочитав в более старшем возрасте «Преступление и наказание», человек с нормальной психикой не возьмет топор, да, и не пойдет убивать бабушек, подражая Раскольникову, правильно? Но если человек читает это произведение с нарушенной психикой, то он вполне может найти сходство между собой и Раскольниковым, да, там, и подражать ему. А вот фильмы ужасов не приведут к расстройству психики, если ребенок постоянно смотрит? Ну, фильмы ужасов детям, я думаю, до определенного возраста вообще не стоит смотреть. Думаю, что с 16 лет и то, может быть, и попозже. Ну, конечно же, они смотрят, но опять же, я говорю о том, на какую почву падает зерно. Дело все в этом. Ну, все равно, наверное, 5 минут, вот как сказал Юрий, 5 минут, и достаточно, чтобы психика пошатнулась у ребенка. 5 минут просмотра фильма ужасов. Но если годовалый ребенок, трехгодовалый, пятилетний, может быть, какой-то страшный момент увидит, у него, может быть, что-то там и пошатнется. Хотя детям свойственно забывать быстро какие-то шоковые моменты. В общем, резюме таково. Воспитывает не телевизор, не книга, не компьютер. Воспитывают родители. Все зависит от отношений в семье. Вот здесь все, что острое есть, углы, когти, палочки, все это состояние агрессии. Но агрессия не нападение, а защита. Но несмотря на то, что вот ребенок нарисовал очень яркую картинку, солнышко, вот, с улыбкой нарисовал, вот. Для ее возраста это анфас, это очень правильно, тагоцентризм для такого возраста, да. Но есть небольшие вот эти лучи, они острые. Поэтому есть некий элемент защиты у ребенка, есть страхи. Если у вашего ребенка есть страхи, есть страхи, жалуются вам. Это, наверное, пеи вот эти, да, Винс, которые приснились. Нет, это солнце йож. Я поняла, что это солнце йож, но вот посмотрите, я хочу, вот, я хочу, чтобы вы просто знали. Это просто на сегодняшний день состояние ребенка. У ежика есть иголки, иголки это защита. Следует, у ребенка есть некая необходимость в защите, это подсознательно. Значит, есть некие страхи. Поэтому, ну, невозможно без страхов жить, я так понимаю, да. Все равно вы просто, я говорю о том, что это есть, присутствует в вашем ребенке. Давайте дальше. Элемент тревоги есть в этом рисунке. Элемент тревоги это глаза и прорисованные радужные оболочки. Вот они, вот эти глазки, это страх у ребенка есть. Подсознательно у ребенка присутствует страх и тревога. Я не знаю, что повлияло на этого ребенка, может, просмотр каких-то фильмов, вот еще что-то. Но вот этот элемент присутствует. Если, допустим, уровень страха там один, а здесь гораздо больше, потому что глаза темные полностью, вот такие темные глаза, заштрихованные. Если этот страх активный, то есть страх это защита, то здесь, смотрите, это закрытость. Это заблокированность от окружающего мира. Мир может казаться достаточно опасным для этого ребенка. Что-то ему угрожает в окружающем мире. Поэтому штриховка, ребята, когда вы что-то будете рисовать просто, или где-то пометки делать на странице, все, что вы заштриховываете, это защита от окружающего мира. Когда мы защищаемся, когда мы чего-то боимся. В этом рисунке есть много позитивного. Я хочу сказать, вот крылья вверх. Это положительное отношение к себе. Это очень хорошее. Но, смотрите, вот эта штриховка, штриховка верхней головы – это наши мысли. То есть ребенок не уверен, ребенок не все говорит, он что-то скрывает. Скрывает свои мысли, размышления. Возможно, его не принимают вокруг себя. Или кто-то, может быть, из его сверстников над ним смеется, или посмеется над его мнением, над рассуждением. Поэтому здесь тоже элементы защиты есть. И ноги. Ноги заштрихованные. Значит, ребенок не всегда уверен в своих действиях и в своем поведении. Он не всегда говорит об этом. А вот у этого летающего кота ног не видно. Ну, а у этого летающего кота элементы, есть признаки агрессии. Агрессия у детей – это только защита. Я хочу… Это острые ушки. Это острые ушки. Этот ребенок, вот ушки, которые… ушки и все элементы, выходящие за пределы силуэта, это некая демонстративность обратить на себя внимание. Когда ребенок пытается обратить на себя внимание, он всегда стесняется это делать. Я бы так сказала. Это обозначает его ушки. Зачастую главные герои мультфильма агрессивные. Наносят вред окружающим, ни за что не отвечают. Демонстрируют мультфильмы вредное поведение, неправильное поведение для ребенка. Да, если такое повторить, то можно и закончить жизнь очень быстро. Да, а потом бывают и неуважительные отношения как к животным, так и к старшим. Тоже из-под яровой зеркальтика. Да, над слабостью, беспомощностью вспомнить того же Тома и Джерри. Используются несимпатичные, даже какие-то страшные, уродливые главные герои. Главное понимать, что приучить ребенка к телевизору-то легко, а вот отучить довольно тяжелее. Поэтому наш вам совет, реже включайте телевизор и чаще общайтесь со своим ребенком. Ходите со своим ребенком в музеи, в театры, гуляйте на свежем воздухе, играйте на площадке. Это было ток-шоу «За семью печатями». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!